Чё как, зрители, это Гагатун и сегодня мы будем распаковывать вещи, которые пришли мне с Азона, которые я заказывал и... Слава богу, мои вещи не сгорели там, ничего, всё было нормально, это мы уберём. Будем сегодня разбирать и распаковывать вещи, которые я заказал. Ну, прямо распаковка от первого лица. Всё спёрся на распаковку. Чё, на самом деле, мне не так хочется всё рвать здесь, потому что потом я хотел похлопать их, ну ладно, будем как тикари распаковывать всё это дерьмо. Ладно, наверное, это займёт какое-то время. Алюя. Итак, что же мы имеем в первой упаковке? Мы имеем новые наушники и новые колонки. Вот они, колонки. Потому что я давно хотел купить какие-то более хорошие колонки, нормальные. И я слышал, что эти наушники тоже очень хороши, поэтому я сейчас попробую их по-быстрому распаковать. Мы посмотрим, что там внутри. А на эту коробку уберу. Коробка нам не нужна. Вот и наши новые наушники. Как тут всё гармонично упаковано, даже ничего лишнего там. Что-то есть ещё внутри. Тут есть ещё... Куда их убрать? И весь мануал. Видимо. Итак, смотрим, что у нас тут в мануале. Ну, тут, собственно, это мануал просто... Ладно, фиг с ним. Так. Это мы берём. Смотрим на наушники. Как вы можете заметить, наушники совсем не хухры-мухры. Тут можно даже делать вот так вот. И кабель подключения находится внутри, а не снаружи. И они все намагничены. И я так понимаю, что эти уши принимают форму ваших ушей, когда вы их одеваете. Поэтому не надо думать о том, что что-то не подойдёт, что-то будет не так. Что-то будет некомфортно. Также они очень лёгкие. Поэтому одни плюсы, можно сказать. Вот. Я не знаю, насколько хорошо я снимаю этой камеры, потому что я понятия не имею, где вообще моя камера в данном месте находится. Ну, что она смотрит. То, ладно, наушники. Наверное, увидите их в каких-то из моих роликов. В общем, круто всё. Кстати, то должны быть лишние провода. Что-то я их не видел. Наверное, они внутри. Вот они тут. Вот они. Лишние провода. Ух. Ладно, дальше, наверное, что мы распакуем, это... Нет, это мы потом распакуем. Дальше мы распакуем вот эту коробку. Угадайте, что в этой коробке. Вы же можете догадаться. Я даже не говорю микрофон. Вы же можете догадаться, нет? Теря, говорю микрофон? Кто-нибудь. Нужен оператор. Помощь. Кто-нибудь. Придите, помогите мне распаковывать вещи. Где же меня засуньте на чёрный микрофон? Ладно, я опять засуню его. Надеюсь, вам что-то слышно там. Я не знаю, что-нибудь. Хотя, конечно, я мог бы проверить, как это слышно. Но разве это было бы интересно? Нет, это не было бы интересно. Тут у нас коллекционное издание Ведьмака на Иксбокс. Окей, тут слишком сильно отсвечивает сейчас. Подождите. О, тут видно телевизор теперь. Что за говно? Теперь вы знаете, что у меня тут есть телевизор. Хотя тут нихера не видно. Вообще, что у нас тут внутри? Это коллекционное издание Ведьмака. Которое сильно отсвечивает. Хоть что-то тут будет видно. Вот это коллекционное издание Ведьмака. Там внутри башка. Видите, там башка внутри. Ведьмачья. А как мне её снять? Это дилемма. Как мне снять теперь эту коробку? Окей, наверное, тут как-то. Какой-то особой уличной магии мы будем сейчас снимать. Так, стойте. Наверное, я опять освобожу руки. О! Тут у нас настоящая Ведьмачья книга. Разве это не прекрасно, а? Скажите, разве это не прекрасно? Даже несмотря на то, что я уже не играю на Xbox'е толком, всё равно это стоит просто как за факт. Так, я не знаю, я надеюсь, что-то из этого видно. Очень крутые арты на отличной бумаге. Всё на английском, но и пофиг. Так, у нас тут есть фильм о создании, который я, наверное, потом посмотрю. Так, у нас тут есть наклеечки, наклеечки. Всем нужны наклеечки, да? Ведь так, конечно, нет. Кому не нужны наклеечки. Ну ладно, фиксируем. Так, далее, так далее. Так же у нас есть сама игра, которую я уже прошёл на PC, но я не играл, кстати, в расширенные здания. Может быть, я тогда знаю. Может быть, когда-нибудь... Так, ой, боже. Где мой нож? Где мой нож тёст? В общем, вот тут есть диск, и я не буду его распаковывать. Так, и главная прелесть этой коллекционной здании, ну, конечно, кроме арта, наверняка все знают, что тут внутри. Так. Это медальон! Медальон из игры! Ну, кстати, он не такой выпухлый, как оказался на картинках, если честно. Но сделал он довольно качественно. Он самый качественный медальон, видимо, как который я видел в своей жизни. Надо было бы мне, конечно, покрасоваться как-то, одеть, показать, типа. Или пацаны. Смотрите, какой у меня медальон. Экшен-шат медальона. В общем. Такой вот он, миленький, цепочечкой. Круто всё, вообще. Вообще. Вообще, теперь ведьмак. С сотого ливого. Паладин я, фактически. И... Надеюсь, он будет мигать, когда рядом будет какая-нибудь нежесть. Хотя, если я пойду в интернет, он, босс, не перестанет тогда мигать вокруг одни тролли, которые, не знаю, которые я видел. Ну, блин. Хотя, наверное, на тролля, я не помню, он на тролля реагировал в игре. По-моему, там тролли все были дружелюбные. Фактически. Поэтому, наверное, не было смысла. Окей. Мы продолжаем распаковывать. У меня остались колонки, которые я взял. Это очень, типа, крутые колонки, которые прям вообще колонят. Просто всеми цветами радуги. Вот я включу их, и все, и радуга пойдёт. Ну, по крайней мере, это мне, как обычно, попищали на сайте. На деле, я не знаю, они будут выдавать только пердящие звуки Battlefield 3, видимо. Потому что я буду играть много в Battlefield 3. Или 4. Если честно, я давно уже не играл в Battlefield 3. Возможно, будет повод вспомнить о них. Так. О, вот это было легко. Это было... А, и вы не увидели, как... Как я офигенно открыл. Сейчас, стой. И ладно, в общем, так вот оно уехало. Да чёрт, камера! Э. Всё просто идёт не так, как я буду. Теперь ещё и медальон, видимо, каток мне. Да, Льон, ты должен был помогать мне. Вот это они маленькие! Не выглядит совершенно не так на картинке. Они такие малюсенькие. Посмотрите на это. Это малыши какие-то. Ну, обещали хороший звук. Я думаю, что там будет всё равно хороший звук. Тем более, у меня всё равно не так много места на рабочем столе. Будет хорошо, если я смогу часть из него сохранить. Этими маленькими... Маленькие колоночки. Чё тут ещё есть? Тут есть... Тут есть... Иск, видимо, установочный. Который никто никогда этими исками не пользуется. Так, коробка... Ох, чизос, я чуть не оторвал там ещё. Упс! Вот тебе и упс, в общем. Потому что в итоге я случайно отключу свой микрофон. Поэтому я дальше распаковывал без звука. Как вы видите, очень всё круто. Я быстро распаковываю. Очень быстро пытаюсь понять, в чём ещё суть. На самом деле, несмотря на то, что это маленькие колонки, они, на самом деле, очень хорошие. Вот я их держу, что, мол, они вообще мизерные. Всё, чё за фигня вообще. Как будто как в серии теории большого взрыва. Помните, когда они заказывали в миниатюре машину времени? А в итоге оказалось, что это машина времени в реальный размер. Они такие, чё за говно это такое. А я только наоборот, получается, заказал наоборот машину времени. Потому что, на самом деле, эти колонки оказались маленькими. А я думаю, что они будут огромными, там, размером с меня. В общем, они оказались вообще такие маленькие, что, может сказать, у меня в ладони могут уместиться. Я такой, типа, ну, посмотрите, в чём ватафак издачи? Ты курьёс. В общем, ну и дальше я стал распаковывать клавиатуру. Как вы видите, это Logitech G710+. Или что-то в таком типа, я такой, о, ножек, посмотрите, я не знаю. Я не знаю, чё я делал, если честно, в данный момент. Ну, типа, я делал вид, что я распаковываю. Я сейчас как бунтарь настоящий делаю. Вот, смотрите, как я могу распаковывать? О, гу-у-у. О, гу-у. Вот, говорите, какой я крутой распаковщик. Но, на самом деле, всем начихать. Так, и тут ещё сейчас распакуем. Там везде распакуем. И тут, в общем, тут неожиданный момент того, что я решил, что я смогу пальцами открыть. И тут бац! Тут вы видели этот момент? Я порезал, в общем, палец об этот сраный картон, этой сраной клавиатуры. Поэтому, да, неудачно вышло. Вы можете посмотреть на эту фотографию совершенно ужасающую, как я с порезанным пальцем такой... Ну, ладно. Ну, в общем, тут я показываю, типа, вот, смотрите, палец потери, в общем, всё фигня. Тут я стал одной рукой уже пытаться распаковывать. Уже гораздо спокойнее, типа, не торопись, эй-эй-эй, ты клавиатура, боже, не надо меня резать тут. Ты чё, какой-то чёрный из-под воротни, чё ты меня трогаешь? В общем, я показывал, он у меня основном ножик есть, швейцарский, вот, показывал. О, смотрите, клавиатура, неужели? Какой неожиданный поворот. А, куда-то отошёл, вернулся, окей, вот всё, я дальше распаковываю. О, смотрите, у чё за фигню. Тут я начну сейчас резать там всё подряд, такой, у-у-у-у. Как-то не снимается там дырочка, как мне через дырочку высунуть? Надо всё порезать, всё порезал. Отлично, такой, типа, ну, смотрите, какая клавиатура, всё. И тут до меня, кажется, наконец-то дойдёт, что на самом деле микрофон был выключен всё это время, и я такой... Когда же я его выключил? Чёрт! У меня был выключен микрофон часть времени. Ладно, если что, я переозвучиваю. Хрен с ним. Какого хера? Вот зачем, вот зачем это, смотрите, вот посмотрите на это дерьмо. Так, его видно, не видно. Какая маленькая переключатель, как? Я ведь легко могу его переключить туда-сюда, просто против. Ладно. Есть, сейчас меня слышно. Я говорил про то, что это моя новая клавиатура. Клавиатура, если кто-то жалуется на то, что вам не нравится звук моей старой клавиатуры, то вот теперь этот звук, который вам... Я, наверное, сниму эту штуку. Вот. И... Как вам этот звук? Я не знаю, этот звук гораздо лучше или нет. Потому что, на мой взгляд... Не знаю, почему-то эта клавиатура звучит, как эта пластмассовая. Жизнь уже не та после Back Widow. Ладно, конечно, мы ещё посмотрим её, когда она будет в полном освещении, со всеми эффектами. Что я вообще понимаю? А это, наверное, всё. Если вам понравилась эта распаковка, то не забывайте подписываться на канал, оставлять комментарии, ставить палец вверх. Вот это палец вверх. И на этом я должен закончить, потому что я устал, и с меня течёт кровь. Ну, и, конечно, это я преувеличиваю, но... Интересно, вы, наверное, даже не слышали, как я порезался? Shizos! Это тогда печаль. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok